Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик, и сегодня у нас снова эксперименты в GTA 5, так что ставь лайк, если ждал этого выпуска. И сегодня в нашем эксперименте мы узнаем с вами, кончается ли бензин в GTA 5, вообще может ли кончиться у машины бензин. И еще раз напомню, что это без модов, никаких модов на это не установлено, то есть это стандартная машина, стандартная физика, все стандартное. В общем, давайте проверять, я лично никогда такого не замечал и не знаю, может ли он кончиться или нет. Напишите в комментариях, как вы считаете. Вот видите, машины типа после заправки, полный бак, я взял специально версию V12, думаю, что расход здесь должен быть такой царский прямо. Ну и давайте сделаем вот что, давайте проедемся по трассе для того, чтобы определить, я думаю, что будет понятно вообще, что-то происходит, хоть какие-нибудь изменения происходят или нет. Так что давайте я притоплю прям максимально быстро на этой машине, никакого бернаута, просто поедем по трассе с максимальной скоростью, с максимальным газом, естественно. И будем смотреть периодически на показания датчика, как вы видели, он у нас практически в самом верху находится. Вот, и мы сейчас проедем, я думаю, что до, наверное, до того моста, до тоннеля вернее, и посмотрим, наверняка изменения должны были быть, потому что по меркам игры это все-таки достаточно значимое расстояние. Ну, может быть, для этой машины нет, я же не знаю, какой здесь бак объемом. Так что будем проверять и потихонечку смотреть. Я очень надеюсь, что все-таки нам удастся получить какие-то с вами данные. И давайте так, пускай те, кто выигрывает в комментариях, то есть те, кто напишет и угадает, они попадут в следующий выпуск. Так что, ребята, скорее угадывайте, получится или не получится, будет ли расход топлива в GTA 5 без модов или не будет. И мы с вами уже едем достаточно долго, как по мне. Машину даже заносят, но я справляюсь с управлением. Поэтому двигатель реально очень мощный, выбрал эту машину прежде всего из-за звука. Вот когда ее заводишь, просто потрясающий звук выхлопа у нее. Она реально очень, очень круто. Мне кажется, что она, вот прям вот, звук очень похож на Mercedes-AMG какой-нибудь. Эско, естественно, естественно, эско. Так, я стараюсь не попадать в аварии, но при этом максимально топить и давить на газ, чтобы максимально расходовать топливо. Сейчас было достаточно опасно, но я все-таки сделал это. Итак, мы проехали туннель, и самое время сейчас остановиться и посмотреть, изменилось ли что-то. Знаете, ну, стрелка, по-моему, была чуть выше, но это совсем не явное изменение, согласитесь. И, честно, мне не совсем понятно, работает ли вообще этот датчик или нет. Можно ли сказать, что это была погрешность или что-то типа того. Я думаю, что мы должны поступить следующим образом. Мне кажется, что сейчас мне нужно некоторое оружие. И давайте мы вот что сделаем сейчас. Нет, граната это будет лишнее. В общем, мне нужно найти бензобак. Так, обычно он где-то вот с этой стороны чуть выше колес. Блин, я колесо пробурил. Ничего не капает пока. Я жду, что будет капать бенз. Блин, опять колесо пробурил. Да что ж ты будешь делать? Ребят, в общем, пришлось мне взять другую машину, потому что у тех реальные проблемы с поиском бензобака. И мне не удавалось его найти. Машина скорее ломалась, чем я находил бензобак. Но вот здесь все более-менее нормально. Я уже попробовал бензобак. Я могу прострелить. Как видите, здесь прямо по центру у нас датчик топлива, где написано фьюл. И у нас показывает стрелка больше, чем фул. То есть реально супер полный бак. Прям полный-полный бак. Давайте вот что сделаем. Мы тогда не будем сейчас на ней ехать, потому что мы уже пробовали вот этот тест, когда мы едем. И у нас что-то ничего не получается. Давайте вот что сделаем. Мы прямо сейчас сразу же с вами сделаем вот так вот. Прострелим бензобак. Капает или нет? О, да. Все, капает. Даже льется, я бы сказал. Не то, что капает, а прям слышно, как оно льется. Да ну, ребята, посмотрите. Реально работает. Вот сейчас... Вот сейчас расход топлива действительно пошел. Обалдеть можно. Вы видите сами этот датчик, который посередине. Я даже могу остановиться, наверное, и он все равно будет течь. Так, мы сейчас узнаем, что произойдет. Вот видите, я еду, и за мной остается вот этот вот бензиновый след, который наверняка можно поджечь. Кстати, а если я буду ехать быстро? Ладно, давайте смотреть на датчик, и будем смотреть за... Ух ты! Практически уже закончился. Не то, что практически, а все закончился уже. Я не могу завести машину. И теперь... Нет, он садится в машину, смотрите, но... Но она не заводится. Вот в чем прикол. Она не заводится, ребята. Обалдеть можно. Все-таки бензин реально может кончиться. Так, а где мой след, прошу прощения? Где мой бензослед? Я хотел бы его поджечь, ребята. Ага, вот он. Вот где кончился мой бензин. Давайте посмотрим, разгорится ли он весь. Вы представляете, как он далеко может гореть? Я ведь много ехал с этим бензином. С вытекающим. Реально много проехал с вытекающим бензином. Аж вон туда, куда-то. И что, он затух? А нет, нет, горит потихонечку. Вот видите, начинает разгораться. Ну, хотя там уже потух. Но я думаю, что лучше все-таки поджечь, чтобы он не оставался на асфальте. Все-таки бензин, экология, все дела. Так. Ну что, ребят, мы получили с вами ответ на интересующий вопрос. Так, а вот теперь, интересно, можно ли машину заправить? Ведь ни для никого, ни для кого не секрет, что у нас есть канистра. Канистра с топливом. Но у нас нет бензобака. Куда лить топливо? Под капот прямо? Или на капот? Давайте вот так вот будем заливать прямо, прямо на машину будем его лить. Я понимаю, что это бред какой-то, но здесь же нету лючка бензобака, поэтому попробуем так. Возможно, это грыбная физика игры, возможно, она как-то поймет, что я заливаю топливо или нет. Сейчас сядем, посмотрим. Нет. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, так не работает. Никаких дополнительных кнопок, которые позволили бы, которые позволили бы мне залить именно бензин в машину, к сожалению, нет. Ну, ладно. В принципе, мы своего достигли. Мы выяснили, что бензин все-таки можно израсходовать. Он реально может кончиться и машина, соответственно, никуда дальше не поедет. Давайте так, ребят. Если вам понравилось и было интересно, вы ставите лайк и подписывайтесь на канал. А также после подписки обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие еще более интересные выпуски. И можете писать в комментариях предложения для следующих серий. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Механик и всем пока!